Евгений Сатановский в телеграм-канале заметка 590 Главное в экономических прогнозах не обращать на них внимания, они все равно не сбываются. Ни у Кудрина, ни у Грефа, ни у кого-то еще. У Кассандры прогнозы были точные, так за это ее и не любили. Хотя, что это за прогнозы? Вежу трою павшей в прах, по интерпретации Владимира Семеновича Высоцкого. Вот за такие прогнозы, по его же словам, и ясновидцам, и очевидцам доставалось все то, что доставалось. И правильно. Ты говори, да не заговаривайся. Народ не мути и излишних ожиданий не возбуждая, а то как Хрущев. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме. И в 80-м его обещал. Ждали. А вместо коммунизма, Московская Олимпиада и война в Афганистане. Ласковому Миша до свидания сказали. Он, когда летел, слезы на глаза наворачивались. А через десяток лет вся страна накрылась. За что спасибо другому Мише, тоже ласковому. До сих пор понять не может, что делал не так. Третьим мог быть Медведев, которому оно и по характеру, и по стилю управления идеально подходило. Но пока обошлось. Где главное слово? Пока. Что до прогнозов по мрачным сценариям наших экономистов. В основном экс-министров, которые в экономике понимают, как американские пекари в лаймах и грейпфрутах. Желающие могут перевести пословицу на нормативный русский язык. Но ее оседлали и насилуют своими идеями третье десятилетие. Зайки говорливые, любимые первым и никак не оцениваемые достойно скептическим народом. Помнятся их оптимистичные, бодрые, старых времен. Стратегия 2020 там или слова Кудрины сказанные в 2007 году про то, что никакого кризиса не будет, а темпы роста будут за 7% с ГАКом. Сейчас он, правда, таких слов не говорит. Сейчас хоть бы тот ГАК увидеть, но не будет его, поскольку они сами своими руками такого в стране наворотили, что расти в ней нечему и не с чего. А как кто по неосторожности делает, что начинает и у него получается, так его в мать сырую землю загоняют по самую шляпку, что тот гвоздь в фанеру. Не до роста, уцелеть бы. Хотя тут в игру вступает Грефса товарищи, перечисляя со свойственной ему образностью, с чем он бы покончил. И там и школьные экзамены, и физмат школы, и целый набор профессий. Такой оптимизм в населении вызывают вельможи-фантазеры. И ведь поделать с ними ничего нельзя. Раньше крикни слово и дело, на дыбу кнутом шкуру со спины спустят, а язык избыточно длинный, калеными клещами вырвут страдальцу. И в Сибирь. А не говори слов пустых, вредных для спокойствия державы. Ни из дурных побуждений не говори, ни тем более из добрых. Зачем бунты провоцировать? Их и так получить можно, без трипологии прогнозов. А если поговорить хочется, так рассказали бы, куда и как деньги из дела полковника Захарченко исчезают. Из ячеек Сбербанковских, сотнями миллионов целковых. И со счетов, сотнями тысяч, но в валюте. Чертовски интересно было бы послушать. А то, как про искусственный интеллект нести не весь что, так они все жульверны, футурологи от бюджета. А как про свои конкретные косяки, молчат как амурские толстолобики в речке, только хвостами поводят и жабрами шевелят.